Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня для библейского портала «Экзегет» мы начинаем читать послание к Галатам, самое полемичное послание Нового Завета. Конечно, у Павла много где есть споры с самыми разными противниками, но именно в этом послании он почти больше ничего и не говорит, кроме своих возражений. И, с другой стороны, это послание очень личное. То есть споры носят не только теоретический характер, но он опять-таки рассказывает о том, кто такой он. К кому обращено послание? Мы, как ни странно, не очень хорошо себе это представляем. Но если коринфяне, римляне или ефесиане – это жители соответствующих городов, то Галаты – это, грубо говоря, народ, это кельтское население Малой Азии. То, что сегодня называется Турцией. И центр Галатии – это, между прочим, город Анкера, который сегодня столица Турецкой Республики, Анкара. Но мы не уверены, что это в этот город был направлен, потому что Павел посещал разные области соседние, там Ликавонию, например. В общем, это внутренние области Малой Азии, сегодняшней Турции. Галаты были, я еще раз скажу, кельтами, то есть каким-то народом не очень похожим на греков, не очень похожим на евреев, а вот такой периферии тогдашнего мира. И, соответственно, Павел основал в тех местах некоторые общины. И вот теперь он пишет им издалека. Мы точно не знаем, откуда и когда именно, но он уже там бывал, значит, это уже после того, как он эти общины основал, да иначе кому бы ему было писать. И вот у него есть какие-то свои отношения с этими людьми. Вот, собственно, и все, что мы знаем про адресата и про обстоятельства написания послания. Ну, а с кем и для чего он спорит, давайте мы прочитаем, собственно, я буду читать свой перевод с небольшими комментариями. «Я, Павел, был отправлен как апостол не людьми и не по их воле, но по воле Иисуса Христа и воскресившего его из мертвых Бога Отца. И вместе со всеми братьями говорю церквам Галатии, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, который предал себя за наши грехи, чтобы избавить нас от нынешнего порочного века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». Ну, это обычно для Павла и вообще для посланий той поры, для писем личных, частных. «Приветствия, кто пишет кому» и слова благопожелания, «Приветствия» в самом начале. И здесь, конечно, он, как и всегда, обращается не просто там «Привет вам, желаю быть здоровыми», но «Благодать и мир». Основные приветствия, кстати, «Благодать» по-гречески «Харис» и греческое приветствие «Хайры», оно очень похоже на это слово с того же корня, «Мир» по-еврейски «Шалом», и до сих пор так приветствуют друг друга многие евреи. Так что, в общем-то, он берет слова, которые либо евреи, либо греки использовали для приветствия, но наполняет их каким-то новым содержанием. «Благодать и мир». Что необычно в этом кратком предисловии или обращении, его сразу такая позиция полемическая. «Я, Павел, был отправлен как апостол не людьми и не по их воле, но по воле Иисуса Христа и воскресившего его из мертвых Бога Отца». Можно обратить внимание, кстати, что здесь не совсем такая формула, какая встретится в современном христианском обиходе Отца и Сына и Святого Духа. Он говорит лишь об Отце и Сыне, при этом распределяет роли между ними. Но важно даже сейчас не это, а то, что с самого начала он спорит, «Я не людьми был отправлен». Вероятно, он здесь уже спорит с какими-то проповедниками, которые галатам несли некую свою весть и были отправлены людьми. И дальше, вот вообще во всех посланиях он говорит, «Вы молодцы, я вас много хорошего слышал, продолжайте и дальше в том же духе, но только не к галатам». К галатам он сразу переходит к полемике. Видимо, очень какая-то срочная, горячая такая тема, что называется. «Я удивлен, что вы так быстро отвратились от Христа, призвавшего вас своей благодатью к иному «евангелию». А впрочем, нет иного. Есть только люди, которые смущают вас, стремясь извратить «евангелие Христово». «Но если бы мы сами или ангел с неба стал бы возвещать вам иное Евангелие, чем возвестили мы прежде, да будет анафема». Ну, анафема – это, собственно, форма проклятия. Вообще так называлось по-гречески одно из ветхозаветных жертвоприношений, которое полностью отдавалось для храма, для сожжения. И вот анафема – это то, что изнимается из обычного обихода, то, к чему уже даже прикасаться нельзя. И вот с самого начала он говорит, в чем проблема, что появляется некое другое Евангелие. Какое? Он не отмечает. Павел вообще не пересказывает подробно тех точек зрения, с которыми спорит, он скорее называет их. Предполагает, что собеседники и так это знают. Но, кроме того, видимо, не хочет даже в кавычках, даже в виде цитаты, рассказывать то, что считает совершенно неправильным. Ну, и мы могли бы здесь ожидать какой-то проповеди Евангелия, которую он им возвещал. То есть давайте я вам напомню самые основные мысли. Нет. Нет. Он начинает оправдываться сам. Вот мне кажется, это плохая тактика. Нет? А почему я буду говорить? Вот я Андрей Десницкий, я хороший человек. Там про меня всякую гадость говорят. Но не верьте, не верьте. Я такой, я такой, я такой. Это вас убедит, если я буду вместо того, чтобы комментировать послание, вот такие вещи вам рассказывать? Мне кажется, нет. Почему Павел таким путем идет? Чьего расположения я ищу, людского или божьего? Может, стремлюсь угодить людям? Если бы стремился угодить людям, не был бы рабом Христовым. Ну, то есть, понятно, раб Христов – это не такое почетное именование. Раб – это человек, который, в общем, тяжело работает. За это его, в лучшем случае, кормят и одевают, а иногда еще и бьют. И, собственно, он в ровно таком же положении. Он тяжело трудится и, в общем, ничего не получает, кроме абсолютно необходимого для жизни, кроме того еще и побои периодически. Если я стремлюсь угодить людям, ну, наверное, я иду другим путем. Есть много разных способов получить почести, деньги, комфорт, разные другие приятные вещи. Хочу, чтобы знали вы, братья, Евангелие, которое я возвестил нечеловеческое изобретение, не от человека я его принял или ему научился, мне его открыл Иисус Христос. Вот это его принципиальная абсолютная позиция, с которой он начинает, которую он здесь еще раз повторяет. Есть Евангелие от людей, а есть Евангелие от Бога. Нам кажется сегодня это странным, но Евангелие, оно же вот у нас там четыре книги есть под названием Евангелие. Есть еще, но они не канонические, их не считают за полноценные Евангелия. В времена Павла, когда он это писал, скорее всего, письменных текстов-то этих не было. Или они существовали в устном виде, или, может быть, только складывались. Ну, хорошо, но содержание-то было известно, не то, что никто никогда не слышал о Христе, и вот Павел только единственный человек, который услышал об этом от Бога, да, и теперь спешит поделиться. Наверняка не так. Что же это за человеческое изобретение в Евангелиях? Да вы знаете, очень часто в христианской проповеди звучит чисто человеческое «евангелие» в кавычках, да, патриотизм, наша страна самая великая, мы всех должны побеждать, процветание, если ты христианин, у тебя будет успех в бизнесе, Господь тебя благословит, здоровый образ жизни, надо отказаться от курения, алкоголя, мяса, чего-то еще, чтобы вести спортивное, хорошее такое существование. Вот это все абсолютно человеческие «евангелия». Как нам или мне, или моему народу, моему сословию, моему бизнесу себе сделать хорошо. В общем, в этом весь смысл такого «евангелия». Его можно очень легко пришпилить к христианству, и часто это и происходит во всех странах мира. Так вот, Павел говорит, нет, вот никакого такого человеческого «евангелия» я вам не говорил, я вам говорил то, что я знаю свыше. И тут он начинает опять-таки про себя. «Вы же слышали о моем прежнем поведении в иудействе, когда я изо всех сил гнал и губил церковь Божию, что до иудейства в нем я преуспел больше многих моих сверстников и соплеменников, будучи чрезмерным ревнителем отеческих моих преданий». К чему он это говорит? Видимо, он спорит с кем-то, кто требует какого-то особого пиетета, почтения по отношению к иудейству, по отношению к тому, что мы сегодня называем Ветхим Заветом. И смотрите, он не начинает абстрактный такой теоретический диспут с иудеями, вот давайте мы разберем этот пункт, этот пункт. Он говорит, ребята, вы же меня знаете, вы понимаете вообще, кто с вами говорит? Я же был из иудеев просто самый-самый рьяный иудей. Так послушайте, как я к этому отношусь. То есть он не пытается им навязать свой авторитет рассказами о том, какой он замечательный, о том, что он хорошего сделал. Он делится с ними собственным опытом. И дальше он говорит, да, вот я, вот что касается иудейства, эксперта круче меня не ищите. Но Бог, избравший меня от чрева матери и призвавший своей благодатью, благоволил открыть мне Сына Своего, чтобы я возвещал Евангелие Его среди народов. И тогда я не стал советоваться с плотью и кровью. Ну, то есть с людьми опять, да. То есть я был иудеем 80-го уровня, говоря современным языком. Но в какой-то момент я понял, что это все не то. Потому что Бог мне открыл нечто более важное. И я не стал советоваться с людьми. Я не пошел в Иерусалим к тем, кто стал апостолом и прежде меня, но отправился в Аравию, затем возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, я пошел в Иерусалим познакомиться с Петром и пробыл у него дней 15. Никого другого из апостолов я не видел, разве только Иакова, брата Господня. И в том, что я вам пишу, Бог свидетель, нет обмана. Вот здесь у нас проблема. Здесь у нас разногласия с текстом книги Деяний, где описано, в общем, почти то же самое, но почти. Рассказано о том, как Павел в девятой главе книги Деяний отправился в Дамаск. Вот по дороге в Дамаск он встретился с Христом, такое мистическое переживание. Потом он там принял крещение. А вот из Дамаска он отправился в Иерусалим, согласно книге Деяний. Но тут Павел говорит, что я не пошел в Иерусалим, а потом отправился в Аравию, потом вернулся в Дамаск, а в Иерусалим ходил только через три года. Ну вот, вы знаете, я не могу вам подсказать, кто из них прав. Может, Павел немножко как бы упрощает события, может, их упрощает Лука, автор Деяний, не описывая путешествия сначала в Аравию, потом обратно в Дамаск, потом в Иерусалим через какое-то время. Просто пропускает лишние эпизоды, рассказывает только то, что существенно. И это очень важно. У нас нету какой-то абсолютно детальной росписи по годам, по датам, по дням. Но в целом два повествования совершенно сходятся. Дамаск был местом, где Павел стал христианином. Дамаск – столица Сирии, до сих пор остается. И вот, собственно говоря, с Иерусалимом у него были сложные отношения, потому что потом Павел в основном в Антиохии базировался. Это тоже такой город, скорее, сирийского региона. Сегодня он на территории Турции, маленький городок Контакте. Но Сирия тогда не то же самое, что сегодняшняя Сирийская республика, она была побольше. Вот. И, соответственно, он рассказывает о том, что он, самое главное, не советовался с людьми, что его апостольство, оно от Бога непосредственно. Ничего себе так, заявочка, да? И не скромно как-то, да? Вот давайте еще почитаем, прежде чем это комментировать. Никого другого из апостолов я не видел, раз только Иакова, брата Господня. Кстати, кто он такой, брат Господень? Явно не из двенадцати апостолов, вообще имя Иаков очень распространено, как имя Иуда, например, да? Среди апостолов они тоже были. Но то, что он брат Господень, очевидно, намекает на то, что он кто-то из близких родственников Иисуса Христа, да? Мы не знаем точно кто. Может быть, из сыновей Иосифа от первого брака, может быть, там какой-нибудь двоюродный, троюродный, поскольку слово брат, оно, как и по-русски, могло обозначать и сводных, и двоюродных. Вот. Но и он, судя по всему, очень авторитетный человек в Иерусалимской общине уже после распятия, смерти и воскресения Христа, в каком-то смысле его глава, ее глава этой общины, в том, что я вам пишу, Бог свидетель, нет обмана. То есть, смотрите, он снова и снова подчеркивает, я не представитель какой-то человеческой организации. Мое учение нечеловеческое, которое люди распространяют, у меня все непосредственно свыше. Затем я отправился в пределы Сирийский и Киликийский, ну, это провинции Сирия, примерно там, где и сегодня, хотя больше Киликия, это юго-восток Турции современной, то есть соседняя с Сирией провинция. О церквам Христовым в Аудее я лично не был знаком, они только слышали, мол, тот, кто прежде нас гнал, возвещает теперь евангельскую веру, которую прежде губил, и они за меня прославляли Бога. Вот, кажется, с кем он спорит. То есть, какие-то христиане, находящиеся в Аудее, и у них с Павлом серьезные разногласия, Павел говорит, у них человеческое, у этих христиан, они опираются, возможно, на авторитет апостолов, на авторитет Петра, но я не от Петра получил свое призвание. Я буду говорить то, что мне открыл Бог. Ну, а в чем это заключается, будем читать дальше, во второй главе Ида и в следующих главах.